Мальчишка должен быть мальчишкой. Мальчишка должен быть мальчишкой. Настоящий мужчина в будущем, поэтому считаю, что это как раз единоборство, бокс, другие единоборства, борьбы, виды. Все это воспитывает как раз в ребятах настоящего мужчины, делает. Здесь шпыльки, да? Ну-ка двигаться! Не плакать, не плакать! Давай-давай, отвечай! Что они учатся трудиться, чтобы чего-то достичь, нужно столько попотеть, столько потрудиться. Как раз это качество для себя вырабатывается. Очень здорово, конечно, дисциплинировать. Естественно, они, если кто по-настоящему занимается, в школе всегда у них меньше, как говорится, к ним претензий. Все ребята разные. Весь более талантливый. В каком плане? Просто быстро схватывают какие-то действия, движения, понимают, где-то осмысленно что-то делают. Многие родители просто хотят, чтобы их ребенок мог дать сдачи на улице или где-то. Но бывают и ребята, которые, особенно родители, те, кто уже занимался, те, кто сам наступал, они уже цель имеют, чтобы их ребенок именно достиг каких-то результатов. Я видел, как один из ваших мальчишек в одном из боев, стекая кровью, арбитр подвел его к углу ринга, чтобы осмотрел врач. Мальчишка очень сильно хотел продолжать бой. На адреналине повторял, я в порядке, отбоксирую, отбоксирую. Вы знаете, я, пересматривая этот момент, был потрясен его поступком. Не каждому взрослому это дано, мне кажется. Вы их этому учите или это как-то само выстреливает желание так биться до конца? Ну, стараюсь, конечно, учить этому, но тут еще и где-то, или, может быть, родители и так далее, или это природное где-то заложено. Потому что вот Ваня, Ваня, он просто по характеру такой, никогда не пропускает занятий, такой трудяга. А когда тренер говорит, Вань, надо боксировать, например, с более сильными противниками, все, с кем поставить, с тем и будет боксировать. А я иногда его не подставляю, бывает, он же плачет на арене, здесь, на тренировках. Но что делать? Я понимаю, что это для него, для его пользы. Естественно, нет. Конечно, как тренер я же не даю такую возможность, чтобы его забили, как говорят, чтобы он потерял интерес, потерял бокс. Нет, все, конечно, меру нужно знать во всем. А тем не менее, это воспитывается. В бою победу одержал Максим Красного Угла штурманов «Плак», город Морокс. Как раз родители в этом отношении молодцы. Его родители, отец постоянно, во-первых, он и здесь нам помогает, где-то в плане ремонта. И на соревнованиях, когда нужно отвезти, всегда без проблем. Это всегда, всегда хочется, всегда лучшего, большего. Конечно, если зал большой, если он оборудован именно для занятий боксом, конечно, во многих раз легче работать. Продуктивнее работать, потому что можно давать разнообразные задания, да и это. Ребята где-то с большим удовольствием занимаются. Это естественно, когда снаряды, снаряды все удовлетворяют, когда пространство есть, когда есть где заниматься. Я имею не только вот в зале, а можно еще вот у нас здесь в этом отношении хорошо, когда вот летом мы можем выйти сюда на стадион, около стадиона позаниматься. В этом отношении здесь. Единственное, что бывает, был от зал для группы. Почему я вот, например, у меня всего одна группа, но я их делю на две группы только из-за того, что если они собираются все вместе, человек по 20, то они просто здесь упираются. То есть тесно на занятиях. Все, я знаю, все, я знаю. Все, я знаю, все. Все, все, все. Вообще очень здорово, слава богу, что такие пацаны тренируются и воспитываются. Да много кто его из бойцов просто выкладывал. Видишь, я чуть просто занимаюсь в общественной деятельности, тоже помогаю там детям, спортсменам. Думал, может, какая помощь нужна. Ну, слава богу, слава богу, что так. Вообще очень здорово, молодцы. И тебе спасибо большое тоже. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!